Добрый день, уважаемые друзья! Друзья, как хорошо меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если слышите меня хорошо. Прекрасно. Я сегодня буду присутствовать только в виде голоса, потому что у меня дома нет интернета. Пришлось раздавать интернет через свой телефон. Так что присутствую только так. Тем не менее, это не помешает мне сделать свои обычные объявления перед началом нашего интереснейшего, на мой взгляд, сегодня вебинара. Ну что ж. В самом начале чата располагаются четыре ссылки. Первая из них ведет на наш сайт, на его главную страницу, где вы можете зарегистрироваться на все вебинары грядущего учебного года, вплоть до конца июня 2019 года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, где будет через некоторое время появится запись этого вебинара. Всего на нашем канале число записей вебинаров уже потихоньку приближается к четырем сотням. Третья ссылка ведет на нашу страницу онлайн-курсов и предназначена для тех, кто хочет попробовать себя в онлайн-обучении. У нас сейчас 8 онлайн-курсов в предложении нашем. Один из них прямо сейчас проводится. Последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов. Это, кстати, ответ на вопрос одной из наших слушательниц, которая в начале чата задала вопрос, как участник может приобрести сертификат. Вот по этой ссылке после окончания вебинара, ну скажем так, через несколько минут, минут через 10, по этой ссылке можно перейти. Это последняя ссылка, четвертая. По этой ссылке можно перейти, найти свою фамилию, либо ввести в строку поиска электронную почту, по которой вы зарегистрировались на вебинар. И в ответ вам в выдаче выйдут все вебинары, которые вы посетили. И на любой из этих вебинаров можете нажать и по кнопочке «Приобрести сертификат». Вот. Ну и как всегда, как всегда, да, звук есть, я надеюсь. По крайней мере, все остальные ставят плюсики. Вот. Спасибо Павлу за то, что вмешались в чат. И я хотел бы проанонсировать три следующих вебинара, которые у нас состоятся. Вот они. Завтра состоится вебинар Александра Александровича Андреева, известного специалиста в онлайн-обучении, который называется «Качество онлайн-обучения и его оценка». 28. Вот тут у нас, видимо, будет перенос, потому что Алексей Корольков сегодня со мной связывался и говорил о том, что в 12 никак у него форс-мажор. Видимо, в 14.00, если договоримся, если нет, будем переносить на другой день, состоится вебинар Алексея Королькова «Курслаб онлайн. Разработка интерактивных электронных курсов с автоматической адаптацией под мобильные устройства». Алексей – бессменный руководитель компании «Вебсофт», очень популярной компании на корпоративном рынке, на вузовском рынке немного менее известной, но все равно известной. Так что всех, кто интересуется онлайн-обучением, прошу на этот вебинар. И в этот же день, в 15.00, состоится перенесенный вебинар «Марины Орешко. Библиотекарь-журналист. Создаем электронные публикации». Ну что ж, а теперь мы переходим к главной части нашего вебинара. Я пару вводных слов. Я всегда с большим удовольствием и даже с настойчивостью пытаюсь продвигать в нашем сообществе вебинары от Википедии, стараюсь приглашать как первых лиц, если такое вообще можно сказать про Википедию. Ну, по крайней мере, тех, кто с самого начала участвовал в русской Википедии, просто специалистов. Вот в прошлом году у нас даже был один ректор-википедист. Ну и в этом году мы продолжаем это дело. Я хочу, чтобы наше сообщество, сообщество, так сказать, образованцев, если можно так выразиться, или вузовцев, и сообщество Википедии как можно ближе друг с другом сотрудничали. Вот. И пытаюсь сделать для этого все, чтобы сблизить эти сообщества. Ну что ж, а сегодня у нас в качестве спикера выступит Павел Каганер, который тоже является одним из первых участников и редакторов русской Википедии. И сегодняшняя тема Википедия работы над ошибками. Я надеюсь, она будет очень интересна. Павел, я прошу вас в эфир. Добрый день. Так. Так, слышу, но пока не вижу. Включил. Да, да, все нормально. Приветствую всех еще раз. Хотел уточнить, что моя фамилия Каганер. Вот, я буду ударение ставить теперь в титрах. Вот, чтобы не путали. Времени мало, тема большая. Поэтому я постараюсь пройти по краешку, вот, с одной стороны каких-то общих вопросов, а с другой стороны каких-то самых конкретных вещей. И не повторять при этом того, что уже было на вебинарах Википедии. Вы можете их посмотреть потом в записи. Вот, я советую это сделать. Особенно семинар Софии Богдасаровой, ну и все остальные тоже. Итак, Википедия. Википедия. Тема ошибки. Откуда они, почему они, и что с ними делать, и нужно ли с ними что-то делать вообще. Как я вижу, среди участников вебинара в основном библиотекаря. Поправьте меня потом, если я ошибаюсь. И с другой стороны, я вот вижу, по крайней мере, один давний участник Википедии тоже присутствует. Это большая ответственность. Он будет меня критиковать потом. Википедия появилась сравнительно недавно. То есть, она моложе интернета как такового. Было время, когда ее не было. Потом она была каким-то таким непонятным маргинальным проектом. А последние годы, последние, наверное, может быть, 8-9 лет, она стала все больше и больше присутствовать в информационной повестке. Вы ее встречаете везде. В каких-то ссылках, в поисковике. Вы открываете любой поисковый запрос. И чаще всего вы первой же ссылкой видите ссылку на Википедию. И справа там в окошечке и в Яндексе, и в Гугле вы видите какую-то информацию. И тоже понятно, что она вроде бы взята из Википедии. Хотя на самом деле это не всегда так. И часто, заходя в Википедию, вы можете натолкнуться на информацию, которая вам кажется ошибочной. Не точной, не полной. Какой-то несоответствующей тому, что вы ожидали увидеть. И возникает вопрос, можно ли это исправить, если кто это должен делать. Коротко, совсем коротко, о том, что же такое Википедия. Откуда она взялась и как с ней взаимодействовать людям. Все это информация, много о кем и когда рассказывалось, в том числе и здесь, на вебинарах. Поэтому совсем кратко, чтобы ввести какие-то важные понятия. Это перед вами такая вот слепочек, да, что из себя сейчас представляет Википедия. Википедия гигантская. Я хочу подчеркнуть. Это миллионы статей. Даже на русском языке это полтора миллиона статей. И надо понимать, что Википедия очень сильно отличается и от классических энциклопедий, к которым многие привыкли, особенно библиотекарь, естественно. И от... Если нужно громче, да, я могу сделать погромче, это, по-моему, нормально должно быть. Вот так вот, например. Хорошо. Извините. В этом как было. Чем Википедия отличается и от классических энциклопедий, и от... Всего остального интернета. Тем, что... Она устроена наоборот. Совсем наоборот. Классические. Справа вы видите то, как устроены традиционные энциклопедические издания. Да, слева вы видите то, как устроена Википедия. Концепцию собор и базар я потом дам ссылкой. По названиям уже понятно. Собор строится сверху вниз, базар устроен снизу вверх. Классическая Википедия это госфинансирование или корпоративное финансирование, редакция, главный редактор, заместители, тематические планы, привлечение специалистов. Википедия устроена ровно наоборот. Финансируется за счет пожертвований самых разных людей по всему миру. Никакой редакции. Любую статью может исправить кто хочет. В любой момент, никого не спрашивая. Пишем статьи на любые темы, на любых языках. И, что самое главное, для сегодняшней темы, как оказывается, даже в лучших энциклопедиях бывают ошибки. Но эти ошибки там остаются навсегда. Ну, разве что когда-нибудь будет следующее издание, может быть, что-то будет исправлено. Но обычно издание энциклопедий, между ними проходит десятилетие. Википедии любую ошибку можно исправить мгновенно. Правда, можно и внести новую. Нормальная громкость? Ну, хорошо. Напишите, если тихо. Как же Что-то там такое. Хорошо. Ну, кому тихо, нужно у себя, значит, наверное, как-то настраивать. В чем принципиальная важность такого подхода? И почему, собственно, она стала популярной? Именно поэтому. Потому что независимость от каких-то государств или корпораций дает возможность неангажированности. Да, то есть нет обязанности представлять чью-то точку зрения, какую-то идеологию. И основным принципом, одним из основных правил Википедии стала нейтральность. Что получилось? А получилось, что это нужно людям. И люди начали читать Википедию, начали писать Википедию, потому что они видели, что Википедия не навязывает им ничью точку зрения. Именно поэтому они решили, что хотят ей доверять. так что принципиально важный момент это то, что нет никого, никакой организации, никакого правительства, кто управлял бы содержанием Википедии, кто владел бы какой-то статьей. То есть если вам что-то не нравится Википедия, то это написали такие же люди, как вы. И вы сами можете поучаствовать в том, чтобы это изменить. Может быть. Не нужно никого спрашивать о том, не нужно не получать разрешение, не нужно никуда записываться, не нужно иметь ученую степень, чтобы писать статьи Википедии, исправлять статьи Википедии, чтобы обсуждать статьи Википедии в конце концов. На любой странице Википедии доступна вот такая вот вкладочка. В мобильной версии это не так, но про мобильную версию мы не будем говорить. Версия говорим о стационарной версии, о компьютерах. Ее можно нажать, что-то изменить, сохранить правку, и она сразу будет всем видна. Другие участники, если им не понравится то, что вы сделали, они отменят вашу правку или дополнят ее чем-то еще. вы это тоже увидите. Есть пять ключевых принципов, они называются пять столпов Википедии. Ссылки на вот всякие такие вещи, они потом будут в той версии презентации, которая будет выложена, которые собственно определяют особенности Википедии и отличия от остальных. Это упор на энциклопедию, там не приветствуются автобиографии, не приветствуются какие-то материалы свободного стиля, журналистского стиля или там наоборот спецификации каких-то свойств и особенностей. Инструкции, путеводители, вот это все не энциклопедия. Нейтральность это не обязательно все, что вы видите в Википедии исключительно нейтрально, потому что не обязательно все участники Википедии, которых вы видите, они сугубо нейтральны. Они такие же люди, подвержены таким же слабостям, как и вы. Но Википедия все время изменяется в сторону в эту сторону. То есть правила, поскольку одобряются сообществом участников те действия, которые увеличивают нейтральность и не одобряются те, которые уменьшают, соответственно, любые попытки перевести какую-то статью, например, в какой-то более, в какой-то один лагерь, усилить ее аргументами за какую-то одну точку зрения, они наталкиваются рано или поздно на сопротивление и в результате она движется к большей нейтральности, к большей неангажированности, чем она, может быть, была. То есть Википедию все время пытаются вносить какие-то сведения, так или иначе идеологизированные, например. Ну, это нормально. И другие участники Википедии, которые не являются приверженцами этой идеологии, видят это всегда и реагируют, имеют право полное мешать этому, исправлять, улучшать. И вот в процессе этой совместной деятельности статьи приходят к такому виду, который называется консенсусным. Это важное понятие в Википедии, которое определяет очень многое. Это консенсус. То есть это то, о чем договорились. То, что договорились считать отражающим, взвешенным и отражающим все имеющиеся точки зрения. Третий столб это свобода. То есть Википедия не нарушает авторские права и дает возможность всем свободно использовать свои материалы. Это соблюдение правил. То есть это не анархия. Или вернее это хорошо структурированная анархия. Само сообщество добровольцев, которые участвуют в создании Википедии, сформулировали целый ряд правил, которым они договорились следовать. И соответственно нарушения которых они так или иначе договорились препятствовать. их очень много они большие но самым собственно коротким является то что вы здесь видите на этом слайде. И главное правило которое следует из собственной идеологии Вики то есть возможность быстро-быстро что-нибудь исправить это то что не нужно слишком сильно заботиться о правилах и соблюдении каких-то пунктов подпунктов положений решений можно просто руководиться здравым смыслом и аккуратно вносить исправления и в общем успешно видеть что они успешно сохраняются надолго и улучшаются потом. Очень важным для Википедии собственно концепция Вики да концепция Вики Википедия не единственный Викисайт но такой самый известный что ли это может я вот не написал тут что Викисайт в принципе может отредактировать любой читатель заходящий на сайт сразу опять же никого не спрашивая не пишая никому писем без особой модерации любое изменение сразу видно всем читателям и другим участникам любая страница в любой странице видно кто ее изменил когда почему и что поменялось можно сравнивать можно отменять версии там откатывать какой-то предыдущий это опять же отражается в истории это все видно можно вернуть обратно иногда можно заблокировать страницу для изменений если какой-то конфликт идет видно вообще все изменения на сайте которые происходят видно изменения конкретной страницы и участники могут какие-то страницы выделять в такой список наблюдения то есть следить за изменениями конкретных страниц ну и наконец самое главное что все изменения можно обсуждать вот то есть не нужно воевать да о этом мы еще поговорим и сообщество участников которое наполняет такие проекты они тоже имеют особенность участниками считаются все кто что-нибудь делает в проекте и даже те кто просто обсуждает и ничего сам не пишет первое что есть правила и нужно их соблюдать вот эти правила спустились не с небес их придумали сами участники для того чтобы можно было как-то совместно что-то делать вот все вопросы должны решаться обсуждением вот а не там палкой какого-то вышестоящего начальника не не войной вот то есть главное слово которое википедии является священным это консенсус то есть нет задачи победить другого там доказать всем что твоя точка зрения самая лучшая вот не победить а убедить вот третье это то что все выступают википедии на равных это вот для многих к сожалению является препятствием то есть люди привыкли к иерархии привыкли к репутации и когда они приходят в википедию вдруг оказывается что им приходится разговаривать на равных с людьми про которых они вообще ничего не знают кто это такие вот какой них уровень образования вот да но такая вот особенность то есть важно не то кто вы такой а то что вы говорите соответственно люди привыкшие что их словам например ну в силу их там статуса ученого например или административного доверяют и прислушиваются оказывается очень обескуражены тем что оказывается вот свои слова нужно сразу же подтверждать какими-то ссылками какими-то аргументами какими-то там обоснованиями вот ну а последнее это вот как бы такой вывод из всего то есть большинство википедии не играет такой роли как во многих других местах то есть вы можете быть один но вы можете у вас могут быть такие аргументы которые перевешивают там может быть какие-то неосновательные мнения большого числа других участников вот но нужно уметь эти аргументы высказывать и отстаивать я читаю чат который в который там разные интересные вопросы но сейчас по ходу дела наверное не буду на них отвечать а может быть на что-то отвечу в конце вот но я обещаю что так или иначе отвечу после вебинара вот либо в отдельных слайдах либо вот в каком-то дополнительном видеоролике может быть когда вы встречаете википедию статью и хотите понять собственно что в ней стоит ли ей доверять да вот или вы видите какую-то странность и думаете а что случилось почему были хорошие статьи а вот это какая-то странная вот очень важно знать что википедии есть очень много уровней что ли возможности оценить качество статьи оценить ее достоверность вот об этом был отдельный семинар вебинар Софии Багдасаровой я вот всех отсылаю к нему там очень подробно об этом рассказывается и хорошо несколько ключевых моментов у каждой статьи есть история правок вот я вот здесь скриншот сделал вы его видите у любой статьи есть вкладка история вот у любой в любой истории правок вы видите посрочно каждое изменение в статье вот видно когда она сделана кем с какими-то с определенными комментариями да вот тут какие-то есть например рисовать какой-то раз комментарий и вот здесь вот это очень хорошее вот и можно посмотреть вот по этим вот ссылочкам одна и вторая да что изменилось в статье по сравнению с предыдущей версией а можно взять и сравнить две какие-то версии да вот так вот и нажав кнопочку сравнить выбранные версии да там посмотреть или там ой извините не хочет сравнить сравнить выбранные версии посмотреть за большой кусок времени там многими участниками что же в конечном итоге было изменено от какого-то состояния которое там вы знаете что видно на этой странице этой странице видны правки выделены желтым подсвеченные желтым и ниже такие вот на белом фоне вот это инструмент патрулирования то есть ряд участников википедии таких опытных они имеют статус патрулирующих то есть они могут проверять изменения сделанные анонимами или новичками вот и вот желтенькие изменения это те которые были сделаны но еще никем из опытных участников не проверялись как правило их видно вот их видно во вкладке текущая версия вот во вкладке в основной куда вы попадаете видна та последняя версия, которая кем-то патрулировалась. Поэтому, когда вы приходите в статью и видите в ней что-то странное, первое, что вы делаете, вы смотрите в историю правок, а что с ней происходило вот в последнее время. Может быть, там есть какие-то изменения. Вот такие вот желтенькие. И нужно посмотреть, они были в проверенной версии или нет. И, соответственно, скорее всего, если это был какой-то вандализм, что часто бывает, то их отменят рано или поздно. Это можете сделать и вы сами. Вот пример сравнения версий. Когда мы нажимаем на вкладочку сравнить версии, и вот мы видим, что участник-иллюстратор поменял два слова какого-то такого, не очень энциклопедического стиля на более энциклопедический. Отмечены измененные, удаленные и добавленные фрагменты. У любой статьи есть страница обсуждения. Полезно бывает заглянуть туда и посмотреть, а, собственно, не обсуждалось ли уже то, что вас в статье удивило или возмутило. И если да, то там могут быть аргументы за и против или обоснование того, что эта информация действительно такова, как она есть. Наверху там обычно в статье вот такие вот желтые плашечки, это внутренние википедийные такие вот вещи, указывающие на внутренние проекты, которые так или иначе считают статью своей. Ну, обычно это может означать, что за статьей следят больше, чем за другой. Но, в общем, не обращайте на это особого внимания. А вот все, что ниже, основной текст, это, собственно, общение участников по поводу статьи. И в самой статье, наконец, вы можете встретить вот такие вот грозные таблички. Это участники уже кто-то из участников решил, что статья несовершенна, и ее надо чем-то дополнить, исправить, и поставил вот такой вот шаблончик. По той причине, что, вероятно, сам не мог или не хотел ею заниматься, но отметил для других участников, что эта статья требует каких-то работ. Кроме этого, вы можете встретить в статье, вот в самом тексте статьи, вот такие вот вещи. Это пометку источника за знаком вопроса. Это тоже запрос, который одни участники делают другим прямо в тексте статьи, то есть отмечая места, которые, по их мнению, не основаны ни на каком источнике. Чаще всего, если такая пометка стоит долго, то следующий участник, который это видит, думает, что, ну, автор не добавил никакого источника, значит, нужно это удалить и удаляет такие фрагменты. И опять же, если вы видите такие места, то никто не мешает вам расставлять такие же пометки. Этому несложно научиться. Ну, и, наконец, слева в меню есть такая вещь, как сведения о странице. Там много разной интересной информации о любой странице. И, в частности, число наблюдающих за статьей. То есть, число участников, которые поставили статью в список наблюдения, и, значит, теоретически могут видеть у себя в списке наблюдения все изменения, которые в статье происходят. И вашу правку, если вы ее поправите, статью, они тоже увидят. Менее 30 наблюдающих это мало. Очень. Это значит, что, скорее всего, за статьей на самом деле никто не следит. Таких статей, полтора миллиона статей, сами понимаете. Да, таких статей, конечно, много. И это значит, что, если вы не можете сами исправить ошибку, то нужно постараться сообщить как-то о ней, по более широкому кругу участников, чем те, которые могли бы зайти в саму статью. Какие вообще ошибки бывают в Кипеде? Ну, я перечислил вот такие основные. Откуда они берутся? Ну, во-первых, вандализм или просто какая-то детская шалость, разные, потому что, когда люди видят кнопочку править и понимают, что они сейчас могут вот взять и все исправить и написать, там, Вася дурак, вот, там, американцы не летали на Луну и так далее. Здорово как, я вот сейчас напишу, возьму сейчас и напишу. И пишут. Кстати, не очень много людей. Ну, то есть, вал таких исправлений есть, он постоянно отслеживается, откатывается, но что-то проникает на какой-то более долгий период. Это простые опечатки, вот, или там следствие коллективной работы, когда там случайно удаляется лишний абзац, например, или там фрагмент текста. Какие-то бывают технические неполадки, редко, но это встречается. И вы можете видеть их результаты, там, что-то, и какая-то испорченное форматирование, какие-то уехавшие куда-то не туда картинки. Обычно через некоторое время вы их уже не увидите там же. Ну, и основная, на самом деле, основной блок ошибок, ну, я сейчас к нему перейду, вот, внизу еще два типа ошибок распространенных. Это некорректный перевод других языков, когда люди либо переводили статью, допустим, с английского, либо не очень точно знали, о чем вообще речь, и перевели так, примерно, как поняли. Либо просто вот из различных возможных значений выбрали неправильное, и дальше оно повлекло за собой неправильное понимание вот какого-то еще текста. бывает так же, что люди берутся переводить статью, которая уже в исходном разделе, в английском, допустим, плохая. В английском языке, на английской википедии четыре с половиной миллиона статей, естественно, плохих там очень много. и поскольку люди любят переводить статьи на тему поп-культуры в первую очередь, ну, конечно, там тоже очень большой вал статей таких странных. Еще один момент, естественно, тоже приводящий к ошибкам, по крайней мере, вы их так можете рассматривать, хотя для автора это не ошибка, это конфликт интересов, когда люди пишут статью о себе, о своей компании, о каких-то близких им и дорогих вещах, или просто по поручению какого-то работодателя. Это вообще запрещено правилами, то есть есть правила о конфликте интересов, и запрещено, и не рекомендуется так делать. Но, тем не менее, многие на это идут. И если вы встречаете какую-то явно ангажированную статью, которая прославляет кого-то, или наоборот так явно очерняет, скорее всего она была как раз недавно создана кем-то из таких ангажированных товарищей, и скорее всего она с вашей помощью или без вашей помощи будет исправлена или удалена даже. И основной блок ошибок, к которому я собственно перейду, это ошибки в источниках. Участники Википедии должны основываться на внешних источниках, они в принципе не должны писать просто из головы то, что им открылось путем откровения божественного. Они должны основываться на публикациях различного рода и сетевых, и бумажных, естественно, на книгах, которые они читали, и ссылаться на них. Но легче всего доступны те источники, которые старше всего и моложе всего. То есть хорошо доступны источники эпохи интернета сетевые и хорошо доступны источники, которые уже перешли в общественное достояние, которым условно больше 100 лет. Как мы понимаем, если основываться только на таких источниках, то информация в статье может быть очень странной. В русской Википедии есть довольно много статей, которые были изначально основаны на информации из Брагауза и Ефрона и с тех пор сильно не улучшились. Может быть, иногда это и не нужно. Есть какие-то реалии, которые умерли вместе с 19 веком и ничего по ним нового нет. Какие-нибудь методы вспашки плугом или что-нибудь такое искусственных промыслов. но есть вещи, которые требуют обновления источников. Естественно, если вы встречаете такую архаичную статью, вы понимаете, что она требует переработки. Даже в самых хороших источниках, тем не менее, тоже бывают современных или таких более-менее актуальных, все равно бывают ошибки. и зачастую участник Википедии, в общем, не являясь специалистом предметной области, а просто любителем, энтузиастом, он не способен эту ошибку распознать и воспринимает ее как откровение и переносит Википедию. А вы, может быть, знаете, что это ошибка. Чтобы понять это, нужно смотреть, на чем вообще основана статья. В хороших, в нормальных статьях Википедии есть раздел список литературы, по-разному может называться, литература, источники, литература, источники, просто примечания. И из текста статьи туда ведут сноски, которые показывают, какие куски статьи, на каких источниках основаны. Не всегда это удается хорошо понять, и для этого как раз служат пометки для авторов, которые побуждают их уточнить эту информацию. Вы их тоже часто можете встретить. В любом случае, если вы в списке источников видите в статье источник, про который вы знаете, что в нем есть конкретные ошибки, или подозреваете, что если он источник по биологии или ботанике, советский источник 40-х, 50-х годов, то понятно, что о генетике там будут сказаны совершенно конкретные вещи, или не будет сказано вообще. И если в статье только такие источники, то совершенно понятно, какого рода ошибки она может содержать. Это издержки открытого проекта, и удивляться этому не нужно. И бывает конфликт источников, когда есть статья о какой-то научной теории, или каком-то научном понятии, о котором просто у ученых существуют разные противоположные теории, среди которых нет какой-то общепринятой. Или существуют какие-то исторические факты, которые в разных источниках исторических трактуются по-разному. Тоже распространенный факт. И если участник знает только один такой источник, то естественно в статье будет отражена вольно или невольно только одна сторона. Это можно считать ошибкой, но в общем не фатальной и заслуживающей безусловно внимания, но не какого-то срочного мгновенного исправления. Может быть ее и нельзя исправить, не переписав полностью статью. важный момент. Если вы видите, что в Википедии о чем-то не написано, о чем-то нет статьи, или в какой-то статье не написано о чем-то, что вам кажется важным, то это вообще говоря, не ошибка. Вы конечно имеете полное право, и я вас призываю об этом сообщать по разным каналам, но вообще говоря, ошибкой Википедии это не является. Это просто знак для вас, что если Википедия не знает чего-то, а вы знаете, дополните Википедию, как все. И Википедия узнает об этом. То есть нет никаких специальных людей, которые обязаны по вашим указаниям что-то исправлять на самом деле. Это делают такие же точно добровольцы. Все делают добровольцы. В меру сил, возможностей и интересов. Поэтому самый правильный способ взаимодействия Википедии это прямое участие. Поэтому встречая ошибку, на мой взгляд, важно выполнить несколько достаточно простых действий. первое это удостовериться, что это ошибка действительно. То есть проверить себя, откуда я знаю правду. И сравнить с тем, что написано в Википедии. Если в Википедии есть ссылка на источник, а у вас нету, то посмотрите этот источник. Может быть он вас переубедит. Если вы посмотрели на источник, либо его не нашли, либо убедились, что источник плохой, тенденциозный, устаревший, и так далее, то конечно же нужно сообщать об этом. Я расскажу как. Иногда бывает сложно понять характер ошибки. потому что все статьи связаны друг с другом. В статьях существуют шаблоны, которые используются во множестве статей. И вы можете встретить несогласованность данных, но не понять какие из данных правильные и откуда они в статье взялись. Это нормально, потому что просто сформулировать для себя в чем ошибка заключается. Бывает полезно понять когда ошибка возникла. Посмотрев в первую очередь как мы видели в истории правок, посмотрев на стабильную версию и поняв была ли ошибка в ней. И посмотрев какую-то более старую версию статьи, примерно поняв за какой период она возникла. Вы не обязаны это делать. вам скажут спасибо, если вы вместе с сообщением об ошибке укажете, что ошибка возникла тогда-то в такой-то версии допустим. Ну и последнее и самое главное это не нужно стесняться сообщать об ошибках или исправлять их даже. Лучше исправлять. Вот способы, которыми можно исправлять ошибки в Википедии по степени убывания предпочтительности. Лучше всего самим если не можете или не хотите сами напишите сообщение. На самом деле вместе с этим вместе с сообщением об ошибке лучше продублировать его всегда на странице обсуждения статьи. Это во-первых там можно написать больше, а во-вторых сообщение об ошибке и странице обсуждения статей рассмотрят разные участники. Вы можете найти просто участника который внес какую-то ошибочную правку и написать прямо ему. У любого участника в Википедии есть своя страничка с какой-то информацией о себе. По крайней мере любой участник может это сделать. У него есть своя страница обсуждения на которую вы можете выйти прямо из истории правок. потом мы увидим эту ссылку. Ну или можно писать в соцсетях в наших группах Википедии ВКонтакте или Фейсбуке. Многие так делают но я не советую этим пользоваться потому что в общем эти каналы были другого предназначены. а не для того чтобы Википедию нести людям а не наоборот. Итак спасибо Владимиру Алексеевичу Перепелице который взял на себя функцию ответа на вопросы в чате я бесконечно признателен ему за это. И заранее полностью согласен с тем что он там говорит. Итак исправляем ошибки вот увидели ошибку исправьте вот у любой страницы если вы не зарегистрированный участник вы видите две вкладки править и править код вот в чем разница не надо пугаться вкладочка править это визуальный редактор править код это редактор так называемого вики текста то есть текст официальной вики разметки я советую пользоваться всегда второй вкладочкой править код потому что так вы лучше понимаете что именно вы делаете но в общем все равно делайте как вам удобнее я покажу сейчас варианты для того и для другого случая и так вот статья сидней мы нажали править код и дальше открывается форма редактирования где вы можете сделать буквально все будьте аккуратны не удаляйте ничего случайно не удаляйте ничего лишнего ничего страшного в этом нет даже если вы совсем испортите статью и вообще все удалите и сохраните это заметят и отменят иногда даже автоматически но лучше этого не делать и просто вписывайте в нужное место то что считаете нужным не свое мнение не свое замечание если вы исправляете ошибку в статье вы дополняете энциклубедическую статью то есть вы вписываете тот факт в той формулировке в какой он должен потом быть в статье вот если вы не можете сразу найти место нужное место в статье то вы используете поиск у нас есть встроенный поиск нажимаете кнопочку поиска вводите нужное слово ищите его в статье и потом переходите уже к редактированию вот эта вот кнопочка с карандашиком включает вот такую красивую цветную расцветку я советую ее использовать чтобы вам было понятнее где в статье обычный текст а где какие-то специальные символы разметки вот и третье что нужно сделать нужно обязательно указать ссылку на источник своей информации вот это отдельная тема как указывать ссылки на источники я отсылаю вас к предыдущим вебинарам потому что там это рассмотрено более подробно вот или к справочной статье ссылку на которую я потом дам если вам трудно указывать ссылку на источник напишите об этом на странице обсуждения то есть внесите свое исправление а какие-то обоснования проведите на странице обсуждения другие участники сопоставят одну и другую правку и сами внесут душное исправление если вы не знаете как нужно исправить и просто хотите указать на какие-то сомнительные утверждения то вы можете использовать специальные шаблоны вот такие вот они как раз и рисуют вот такой или вот такой вот они всегда потом после сохранения они покажут вот такую всплывающую подсказочку с надписью источника знаком вопроса и другие участники будут знать что вот сюда нужно посмотреть более внимательно вот обязательно напишите комментарий что вы собственно исправили потому что этот комментарий потом все увидят в истории правок вот и нажмите кнопку записать страницу можете предварительно посмотреть что вы внесли и как получилось и все равно записать страницу то же самое можно делать в режиме визуального редактора вы работаете с ним как с вардом вы редактируете вот ровно то никаких специальных символов вы исправляете ровно то что видите на экране и тоже нажимаете кнопочку записать страницу это лучше всего советую перед этим перед тем как вы будете исправлять ошибку все таки зарегистрироваться вот то есть создать учетную запись вам будет удобнее потом следить за тем что вы собственно исправили и другим участникам будет понятнее кто это исправляет и что еще этот человек написал совершенно не обязательно регистрироваться под своим именем вот то есть никто от вас этого не требует вы можете придумать какой-то псевдоним вот никаких персональных данных о вас тоже не собирается вот это просто удобно и вам доступно больше инструментов и больше удобства работы второй способ сообщить об ошибке это использовать вот такую важную но незаметную функцию на любой странице любой статье любой статье вы слева в меню видите пункт сообщить об ошибке нажмите его вы нажали его у вас появляется вот такой диалог где рассказано ровно то что я вам только что рассказал несколько более детально и предлагается либо исправить самостоятельно как я уже сказал либо сообщить об ошибке другим участникам и если вы нажимаете эту кнопку то открывается следующий диалог вот такой куда вы вписываете то что вот сюда вы вписываете то что хотите сказать вот здесь вы видите название статьи про которую вы сообщаете обратите на это внимание то есть не нужно писать сообщение об ошибке находясь на другой странице не на той на которой собственно ошибка находится вот это будет запутывать других участников но если так получилось вдруг вы потерялись и нажали где-то не там просто в самом тексте сообщения об ошибке напишите ошибка в статье такой-то вот участники уберет читать они поймут вас вот подписывайтесь как-нибудь хотя бы вот и нажимаете кнопку отправить вот такое сообщение об ошибке попадет в специальный журнал ссылка на который есть здесь вот можно еще раз вызвать просто сообщение об ошибке и перейти уже прямо вот по этой ссылке текущий список сообщений об ошибках где вы увидите свое сообщение об ошибке которое вы до этого отправили и увидите другие сообщения и как на них реагируют вот это большой длинный список который постоянно обновляется и очищается вот за ним тоже следят добровольцы и пытаются как-то вносить изменения или отвечают людям что нет это не ошибка потому-то и потому-то следите за своим сообщением смотрите что вам отвечают другие участники и может быть уточняйте что-то что вы забыли написать сразу можно можно вместо этого написать обсуждение статьи лучше вместе с этим то есть лучше писать и обсуждение статьи и через форму сообщить об ошибке вот на странице на вкладке обсуждения на вкладке обсуждения у любой статьи есть специальные команды добавить тему вот нажимаете ее тут открывается такая же формочка редактирования как и в обычной статье куда вы собственно и вписываете то что хотите сказать ну я написал какой-то абстрактный текст похожий на то что должно быть вы пишете что в статье неправильно что по вашему мнению должно там быть написано и из какого источника собственно на каком источнику можно проверить ту информацию которую вы сообщили и обязательно подписывайтесь даже если вы не зарегистрированный участник либо вот нажав вот на эту кнопочку либо нажав вот на эту кнопочку с таким автографом в результате получится в статье вот такой текст не думайте о нем и просто записывайте свое сообщение все вы свое дело сделали вы сообщили вот спасибо вам ну и последнее что можно сделать можно написать автору ошибки если вы или просто кому-то из участников кого вы видите в списке авторов статьи на странице истории правок перечислены рядом с каждой строчкой написано кто кто ее сделал и у каждого участника есть в скобочках вот такая вот замечательная ссылка обсуждение это его личная страница обсуждения если вы перейдете по этой ссылке то вы попадете на нее и сможете точно так же как и здесь нажать добавить тему вот и написать свое обращение это удобно потому что если участник активен он увидит конечно сразу же ваше сообщение и как-нибудь на него скорее всего отреагирует вот несколько важных тезисов которые я уже упоминал не нужно общих рассуждений не нужно писать пожалуйста не пишите никогда в этой статье ошибка исправьте ее точка очень часто такое бывает или просто в вашей статье ошибка не говоря о какой статье в Кипедии много статей во многих из них есть ошибки не стесняйтесь писать явно статья такой-то в кавычках написано так-то должно быть так-то ссылка участники будут счастливы получить такое сообщение я вас уверяю потому что им не нужно гадать что вы имели в виду ошибка ли это нужно ли это исправлять не нужно это исправлять подписывайтесь как я уже сказал для этого есть специальные кнопочки чтобы участники понимали откуда от кого пришло сообщение если вы не зарегистрированный участник можете написать просто свое имя хотя в принципе этого не обязательно следите за ответами запоминайте куда вы собственно написали сообщение в ошибке и смотрите что с ним происходит если на него никто не отреагировал попробуйте другой способ не стесняйтесь вот просто не нужно писать сразу во все места одновременно есть участники есть люди которые встретив ошибку пишут по всем каналам одно и то же по 10 каналам сразу по все группы которые встречают у себя в блоге тоже можно так делать никто не запрещает но не стоит попробовали один канал видите что нет ответа попробуйте другой у вас получится не знаю есть ли среди слушателей представителей вузов я сделал несколько слайдов и в общем даже не буду долго про них на это рассказывать тем более что время у нас подходит к концу я так понимаю википедия может быть очень полезна таким организациям как вузы и библиотеки и наоборот вузы и библиотеки конечно очень нужны википедии в качестве активных участников и сами организации и их представители преподаватели студенты библиотекари методисты просто несколько тезисов я их даже не буду комментировать надеюсь это станет темой каких-то отдельных вебинаров последние пару слов которых вы может быть ждали что принципиально важно для библиотекарей и библиотекарем понимая как взаимодействовать с википедией вы эксперты вы эксперты по естественно библиотечному делу и вы эксперты по тем разделам знаний которыми вы занимаетесь как как методисты вот в частности по краеведению я знаю что библиотеки у нас центры краеведения в общем большинстве субъектов федерации и конечно краеведческая информация концентрируется именно там во многом не пытайтесь ну то есть не нужно думать что от вас ждут что вы будете редактировать теперь википедию на премьевую не обязательно сделайте так чтобы ваши статьи и ваши сведения были опубликованы открыто на ваших сайтах и ссылайтесь на них вот сообщайте об ошибках ссылайтесь на свои сборники на свои работы на свои статьи вот что важно если вы опубликуете свои работы под свободной лицензией то википедия сможет их использовать еще более интенсивно вот ссылаясь на источник всегда от этого будет польза всем и википедии и вам вот поэтому не стесняйтесь комментировать не стесняйтесь подписываться указывая указывать обратную связь и вы получите от википедии большую отдачу ну и буквально ну вот это да то чем библиотеки могут быть библиотекари могут быть полезны википедии и последние два слайда о том что мир проекта википедии не исчерпывается википедии что существует целое семейство проектов важных и интересных каждый посвящен своей какой-то теме на все на них есть ссылки с главной страницы википедии вы можете заглянуть туда и посмотреть чем они отличаются просто обращаю ваше внимание что интерес к этой сфере он не обязан ограничиваться только энциклопедией есть другие отрасли знаний которые тоже реализуются в викисреде ну и последнее да о том что существует российская региональная организация викимедиа которая занимается популяризацией википедии и связями с организациями различными с вузами с библиотеками вот и реализует целый ряд образовательных программ это википедия.ру вот по ссылке вы можете посмотреть чем собственно мы занимаемся не стесняйтесь обращаться к нам с идеями с запросами с предложениями какой-то совместной деятельности это хорошо спасибо за внимание я вижу что в чате благодаря моим коллегам идет активное обсуждение я обещаю его тоже прочесть и ответить все как это передаю слово павли ячж уважаемые коллеги спасибо за такой замечательный активный сегодня вебинар прежде всего конечно надо поблагодарить Павла за проведенный сегодня вебинар очень интересный и я особенно рад что сегодня у нас в чате развязалась такая беседа что у нас сегодня Павла поддержали как минимум двое википедистов вот это здорово и надеюсь что многие из вас те из вас кто не представлял на чем строится википедия получили это эти знания а те из вас кто задумывался над тем чтобы активнее как-то участвовать не только в качестве в качестве тех кто смотрит статьи таких наверное большинство ну и тех кто может внести какой-то вклад может быть получили информацию о том ну хотя бы приблизительно о том как это делать может быть эта информация пока не такая чтобы прийти и что-то делать но зато она объясняет как это делать и какими принципами при этом при этом руководствовал руководствоваться я надеюсь что мы в свое время проведем и какую-то в какой форме пока не знаю в форме вебинаров или может быть даже попытаемся сделать учебный курс чтобы дать информацию о том как конкретно это все делать все-таки там достаточно серьезно надо поработать это уже учебная работа больше информации для вузов ну наверное это больше к спикеру к спикерам нашим вопрос ну во-первых Марина Юрьевна я хотел бы обратить внимание что тут у нас присутствует как минимум две категории людей как минимум потому что на самом деле гораздо больше это наши вузовцы и наши библиотеки причем не только вузовские поэтому да мы обычно вебинары пытаемся адаптировать для вузов но я думаю что давать нечто в более широком аспекте в общем-то это здорово но в конце концов в наших вузах работают люди с широким кругом интересов и на них мы на них мы рассчитываем вот ну и потом я хотел бы сказать передать свое личное ощущение о том что как раз таки для вузов иметь представление о том что из себя представляет википедия это очень важно потому что именно в вузах находится скажем так большое количество людей академического склада которые википедию по некоторым причинам не признают вот и я вижу своей задачей сломить я честно скажу сломить эту точку зрения потому что мне она кажется абсолютно неверной вот хотя под ней есть некоторые основания о которых сегодня павел говорил есть специальная программа для вузов для чего википрограмма нету такой википрограммы если мы создадим ее тогда она будет и я надеюсь что мы с вами будем ее создавать потихонечку дело в том что ага значит владимир говорит о том о чем я не знаю возможно вузы как вузы да разумеется разумеется Андрей викиверситет я имею ввиду да но я имел ввиду википедию вообще что касается викиверситета Андрей у нас не далее как примерно две недели назад проводил Андрей Крижановский проводил вебинар по теме викиверситета да и вы можете посмотреть эту запись я надеюсь что она вам поможет конечно этого всего недостаточно это все пока только обзорные вебинары как сделать это более более глубоким знанием мы подумаем мы об этом думаем об этом думаем и возможно мы будем проводить больше вебинаров возможно мы даже сделаем какой-то курс хотя может быть это и не так просто вот в рамках Директ Академии ну что ж коллеги я всех благодарю благодарю Павла благодарю Андрея благодарю Владимира за то что они поддержали в чате нас а всех вас призываю следить за нашим расписанием приходить на наши вебинары а мы еще подумаем как вам рассказать о Википедии более подробно всего хорошего до новых встреч до новых вебинаров Директ Академии до свидания Директ Академии Директ Академии Директ Академии